Как понять, что человек, с которым вы вместе, подходит вам? О, похоже, популярный вопрос. Однажды, когда у Шанкарана Пилая был ужин со своей семьей, все сели за стол, Шанкарана Пилая встал и объявил, «Я собираюсь жениться на Люси, которая живет через дорогу от нас. Я надеюсь, свою подругу зовут не Люси». Его отец воскликнул, «Что? Ты собираешься жениться на Люси? У нее же за душе не гроша, она же практически нищая. И ты собираешься жениться на ней?» Мать сказала, «Что? Ты собираешься жениться на этой Люси?» Дядя. А они всегда вмешиваются в подобные дела, сами понимаете. Дядя сказал, «Что? Ты собираешься жениться на этой Люси? Да ты видел ее волосы. Они же похожи на парик». Тетя сказала, «Что? Ты собираешься жениться на Люси?» Она же всегда так размалевана. «Ты собираешься жениться на этой женщине с разрисованным лицом?» Маленький мальчик. Племенник. Конечно, не мог остаться в стороне. Он сказал, «Ты собираешься жениться на Люси?» Она даже не знает, что такое крикет. «Как ты можешь жениться на ней?» Но Шанкаран Пилай стоял на своем и сказал, «Да, я собираюсь жениться на Люси». Все в один голос спросили, «Но почему?» Он ответил, «Потому что у нее нет семьи. Меньше мнений и разногласий». Так как же определить, кто для вас является тем самым человеком? Я не хочу лишать вашу жизнь романтики. Но я скажу следующее. «Если вы будете мыслить такими оторванными от реальности категориями, я нашел подходящего мне человека». Вскоре вы будете разочарованы. Нужно понимать, что не существует подходящего именно вам человека. Прежде всего нужно посмотреть, подходящий ли я человек. Да, подходящий ли я человек. На этой планете нет подходящих людей. Если вы это понимаете, если вы понимаете, что у вас есть своя чепуха, у других своя, тогда мы сможем подстроить одну чепуху под другую и продолжать. В первую очередь приведите себя к тому, чтобы ваше переживание жизни было приятным само по себе, чтобы вы чувствовали себя прекрасно. Тогда посмотрим, что вы привлечете в своей жизни. Если вы по-настоящему прекрасны, все будет происходить как нужно во всех сферах. А все эти представления – это очень американская идея о том, что где-то для вас есть родственная душа, что Бог создал вот этого одного человека только для вас. Но в наши дни каждые два года он продолжает создавать еще одного человека только для вас. Очевидно, что в том, что касается вас, Бог совершает слишком много ошибок. Телу нужен партнер. Это понятно. Возможно, в психологическом плане вам тоже нужен партнер. Это понятно. В эмоциональном плане вам нужен партнер, но душа не может нуждаться в партнере. Итак, душа не нуждается в партнере. И специально для вас никто не создал идеально подходящего именно вам человека. Если вы вложите глубокое чувство вовлеченности, может произойти что-то чудесное из-за вашей вовлеченности, а не потому, что тот другой человек такой замечательный. Нет. Даже если вы выбираете дурака, вообще-то с ним даже проще. Если у человека голова работает нормально, с чего он вообще пойдет к вам? Нет, нет. Я просто вредничаю. Так что, даже если вы выберете дурака, это не имеет значения. Если вы вкладываете себя, это может превратиться во что-то очень прекрасное. Если вы выбрали самого умного человека во Вселенной, это может превратиться в катастрофу. Так что не думайте с точки зрения, что мы созданы друг для друга и все такое. Нет. На самом деле, вы выбираете противоположное. Но спустя какое-то время постепенно у вас начинает появляться ожидание, что другой человек должен быть таким же, как вы. Это серьезная ошибка. Потому что, если еще один человек станет таким же, как вы, вы не сможете вытерпеть его и пару дней. Нет никого похожего на вас. И это хорошо. Не ищите схожестей. В этом нет необходимости. Создает различие, а не схожесть. Амид Мадан спрашивает. В этот век материализма подлинная любовь исчезает из нашей жизни. В основном, любовь, которую мы получаем от других и выражаем сами, поверхностна. Как мы можем усилить чувство настоящей любви в нашей жизни и в жизнях других людей? Забудьте про других, если вы научитесь быть любящими по своей природе, не из-за кого-то или чего-то. Я знаю, что вопрос из Facebook, так что существует невероятная возможность. Вы можете любить даже тех, кого не существует. Поэтому я говорю, что есть невероятная возможность. Так что, если вы просто станете любовью, вместо того, чтобы любить кого-то, тогда вы познаете природу любви. Если вы любите кого-то, эта любовь изменчива. Потому что ни один человек не будет на сто процентов таким, каким вы хотите его видеть. Вас разочарует каждый человек на планете, поверьте мне. Не потому что они будут делать что-то неправильно, но потому что никто не в состоянии удовлетворить нереалистичные ожидания, которые вы имеете по отношению к ним. Это просто невозможно. Вы сами как-то либо смогли полностью удовлетворить чьи-то ожидания. Только частично, но никогда на сто процентов. Не так ли? Так что и никто другой не сможет это сделать. Если только вы не такой безнадежный романтик, что все еще ждете, что откуда-то появится идеальный человек. Нет, поверьте, кто бы ни появился. Я хочу, чтобы вы знали, что идеальные люди, которым вы поклоняетесь. Когда Кришна был жив, его жены были постоянно недовольны. Что же говорить о нас? Пожалуйста, помните об этом. Садгуру, наши матери установили очень высокие стандарты того, что значит быть идеальной женой. Однако, я или девушки моего поколения чувствуем, что мы не можем быть настолько же хорошими женами, как были наши матери. Должна ли я чувствовать, что мне чего-то не хватает, когда дело касается моей личной жизни? Или же, что я не воздаю должного своему браку? Как мне чувствовать себя в этой ситуации? У нас есть центр в Соединенных Штатах, в Теннесси. Теннесси — это очень особенный штат. Мэри Маковски — это же они румынское имя. Хорошо. Мэри Маковски вышла замуж. И после того, как они вернулись домой с медового месяца, она пригрозила мужу, что собирается приготовить ужин сама. Простите, она сказала, что приготовит ужин для своего новоиспеченного мужа. И вот муж возвращается домой с работы, она подает ему ужин. Он берет кусочек в рот и медленно его жьет, погружаясь в глубокую задумчивость. При исполненной гордости она говорит, «Моя мама научила меня готовить только два блюда — мясной рулет и яблочный пирог». Он смотрит на нее и говорит, «Дорогая, и что из этого я жью?» Так что ваша мама, ваша бабушка, за счет чего они становились хорошими женами. Раньше было распространено такое мнение, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Сегодня ваш муж сделает заказ на Яндекс.Еде или закажет пиццу в каком-нибудь приложении. Так что вы не можете стать хорошей женой по тем же принципам, по которым ваша бабушка стала хорошей женой. Вы не можете стать хорошей женой, основываясь на том, как ваша мама стала хорошей женой. Ситуация изменилась, ожидания изменились. Дело больше не в желудке. Для некоторых это пришло в голову, для других ушло ниже, на юг. Да? Так что не нужно руководствоваться этим. В сущности, что означает быть мужем и женой? Большинство людей не подготовлены. Очень немногие в мире подготовлены для того, чтобы совершить это путешествие по жизни самостоятельно. Они достаточно организованы во всем внутри себя. Они никогда не чувствуют, что им чего-то не хватает в жизни, потому что они сделали себя такими. Но большинство людей нуждаются в ком-то, на кого можно опереться. В человеке существуют психологические или эмоциональные потребности, физические, психологические, эмоциональные потребности, возможно, социальные потребности, экономические потребности, множество различных потребностей. Чтобы удовлетворить эти потребности, вы хотите найти одного человека, на которого сможете опереться. Очень сложно найти даже одного человека, с которым вы могли бы разделить все, что у вас есть. Тело, образ мысли, эмоции и вообще все. Так что смысл в этом? Отношения оформлены определенным образом. Чтобы вы не разошлись, стоит возникнуть небольшому трению. Союз, не позволяющий отношениям развалиться. Ничего более. Величайшая ошибка, которую сделает человечество. Люди начали говорить, браки заключаются на небесах. Вот откуда такой бардак. Нет, они заключаются здесь. Если бы вы увидели, что брак заключается между нами, и мы берем на себя ответственность за то, кто мы, мы смогли бы сделать так, чтобы это работало. Но браки заключаются на небесах. Здесь это уже не применимо, потому что это какая-то иноземная штуковина. Все в таком бардаке, потому что вы думаете, что оно сделано кем-то еще, где-то еще. Если вы понимаете, что это сделано вами, для вашего благополучия, чтобы удовлетворить ваши потребности и ваши цели так, чтобы вы могли пройти это путешествие по жизни с наименьшим количеством проблем и трений, тогда вы бы обращались с этим более ответственно, не так ли? И в соответствии с современными потребностями, а не так, как ваша бабушка вела себя в браке. Вы не можете делать так же, потому что ожидания и ситуации совершенно изменились. Так что если вы держитесь за кого-то, кто является вашим другом и вашей потребностью, вы должны понимать это. Вы находитесь в этих отношениях по причине своей потребности. Возможно, другой человек тоже нуждается в этом, но это его дело. Но вы создали эти отношения, потому что вы сильно в них нуждаетесь, не так ли? Если вы понимаете это, и вы всегда благодарны за то, что кто-то удовлетворяет вашу потребность, вы будете хорошо справляться с браком. Вы не будете создавать из него несчастье. Но теперь вы думаете, что кто-то другой нуждается в вас. И тогда вы сотворите из этого бардак. Вы должны понять, что вы нуждаетесь в этом. И другой человек тоже должен понять, что он нуждается в этом. Тогда возникает сплоченность. Или вы думаете, ты нуждаешься во мне, так что я буду тебя эксплуатировать. Нет. Смысл не в том, чтобы выжимать счастье из кого-то, или им выжимать счастье из вас. Если встречаются два счастливых человека, тогда между ними может произойти что-то чудесное. Но если вы несчастны, и вы думаете, что кто-то другой должен стать источником вашего счастья, тогда ваше несчастье только приумножится. Субтитры создавал DimaTorzok